Всем привет! Продолжаем прохождение игры Atomic Heart. Это у нас будет уже седьмая серия. Усаживайтесь поудобнее и всем приятного просмотра. Камеры, камеры, камеры. Очень много всяких камер. Тут роботы ходят. О, опять эта блудница. Осторожно, внизу роботы. А я-то думал, это божья корова. Ухренеть себе. Если бы музыка не изменилась бы, я бы, наверное, даже не чухнулся бы. Там еще одна сохранка. Откуда он пришел-то? Камер очень много. Заветил меня, нет? Да, вот, за месяц. Офигеть, у них радиус, блин. Замечание, так скажем. Так, ну не думаю, что меня это заметит. Да писяц этих. Тут их просто здесь море. Камеры этих. Можно, конечно, идти и ничего не лутать, но это прям вообще что-то. Да, по сути, здесь ничего и нет. То есть так-то. О, москвич стоит, кстати. Типа на нем можно ехать. Но я не вижу смысла. Поезда-то ходят, кстати говоря. Вон там робот ходит. Ой-ой-ой. Пчела. Так ощущение, как будто он за мной идет. Заперто. Как всегда. Храсс, открывай. К сожалению. У меня нет функции отпирания дверей. Понятно, можешь не продолжать. Будем искать способ. Охренеть. Совсем скоро, майор, врагов в ту станет так много, что летаем на исход неизбежит. Прослась. Прослась. Да, hardship. Прослась к нам. другую сторону нам нужно как минимум первый уровень тревоги вам предстоит жаркая схватка противника все больше пока никого не вижу ток вот чё это вот декты заколебали здравия о баланчик отлично ухтёпта сейчас погонять ауди это да пути осторожной ради усиливают свою бдительность офигеть так что тут у нас у нас здесь блин а вон куда мне метка стоит в принципе могу добежать я туда спускаться боюсь да это жизнь какая-то происходит вы собираетесь отключить гриф но гриф не отвечает за открытие дверей в днх мне нужна любая зацепка начну с грифа вот нам сюда он без чернявенький ходит интересно когда я туда зайду я смогу спрятаться майор пока мы тут я бы предложил открыть дверь терминала он может нам пригодится сам разберусь точно блин больше нечего открыть они по мне стреляют причем при этом красиво зеркала какие громады для чего они зеркальные сборки освещают внутренние помещения в днх естественным светом а также выполняют функцию солнечной батареи питающих комплекс царство науки если бы не петров грандиозный праздник бы получился так ладно хилимся короче и едем он ангелин давайте вот эту беленькую на завалим вот эти как валить тут я честно говоря вообще вот эти осторожны враги усиливают свою бдительность до петли взрывать секс а еще это пилилка твою на белок не это нереально тут очень много очень много я в тебя выстрелил ты не должен был так вы привлекли слишком много внимания майор скоро здесь будет жарко да тут уже жарко крат почему удар шока проходит через полимерные сгустки а через обычные водные она что дистиллированные демонстрируйте прекрасное познание физики товарищ майор и вы могли бы быть правы но нет вода обычная шок изолированное электричество действующее лишь внутри облака дисперсионного полимера понятно работает только с менее плотными средами например другими полимерами или электрическими полями тоже касается и других способностей например штук как масло как масло храним астерство я под водой а короче это по моему мне мангет блин я просто промазал все короче если может бесконечно затратить силки патроны приятно работать с вами майор п-3 не сожалею но нас сейчас убьют да блин тут вот от этой верни вообще не уйти не ушел на да это заколебал ты это лучше пускай ух ты гёб ты вот это что-то новенькое селиться нечем ой блин я потратил заморозку зря они реально пасут меня просто плане иди сюда я спалька я тебя уделаю твою налево донячь жесть просто еще только ко мне не летит они какие-то очень мощные на самом деле что-то кидаются чем-то ну еще один москвич стоит я выжил но болит это жесть а здесь что за грибочек там тоже уже робот пасет какой-то там тоже все стоят здесь типа сохраниться можно да и видала такую сохранку так я не хочу сохраняться по честному пока меня никто не видит валим отсюда как говорится как говорится никого нет да вы заколебали совсем скоро врагов тустанет так что летальный исход неизбежен кнопка техобслуживания но быстрее что она дает гриф приземлиться для взаимодействия с техником и долго он будет стоять без контакта с инженером-ремонтником очень долго тогда стоит поторапливаться что вы задумали взлечу на грифе и осмотрю местность сверху может увижу что-нибудь так нажмите пробел их и дабл это еще что за каната раньше их не было канаты служат для стабилизации грифа в непогоду вот как может спуститься по канату на хрена я вообще сюда поднялся осмотреться типа либо потому либо поэт а вот еще поэтому можно спуститься в трассу так использует роз грифа чтобы попасть в парк а то есть нам туда я понял интересный факт с высоты птичьего полета можно увидеть что трава в парке высажена в форме мирного ата на птичьего вы дома вот это сюрприз опять она берегитесь робот ежих осень очень опасен да кто бы мог подумать она ведь такое солнышко и то и а и в и и и и Додвигайся, ты не прыгай Так, мне что-то сделать, что надо? Чего она не останавливается? Байли Погиб Я что-то не догоняю, вообще что делать надо Твою мать, вот это сюрприз Опять она Берегитесь, робот ЕЖХ-7 очень опасен Да кто бы мог подумать, она ведь такое солнышко Ты что-то не вне этого Ой, ты что-то Вот Продолжение следует... 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 Что-то здесь есть, тетя? А что такое синенькое? Не очень ясно, не совсем понятно. Товарищ майор, вы уже проникли в комплекс ВДНХ? Частично. Как это понимать? Буквально. Я в секторе магнитной амортизации ищу способ открыть вход в ВДНХ. Ты можешь открыть мне дверь? У меня нет таких навыков. Это ваша компетенция. Тогда несуйся под руку. Это поговорили. Так, а если бахнуть? Чтоб высоко не прыгнуть. Что-то как-то особо мне это не помогло. Что, прыгать что ли? Куда-туда я не допрыгну уже. О, допрыгал ни хероси. Я чисто ради, чтобы больно не было падать. Теперь встаем сюда. Чудой. Чудой. Так. Там кто-то есть. Так, а как это работает? Ого, нифига себе, я его двигать могу. А эта штука поднимать не могу. Нет. К сожалению. Так, давайте там. Значит, это тут. А эта там. Ой. То есть, с этой штуки я, получается, прямо сюда попадаю. Правильно? А, кстати, да. Туда надо как-то попасть. Ну, там чисто залутаться может. Так, давайте я сохранюсь. Сохранение данных. Так, ну что, пробуем? Блин, а он не прыгнул вообще. Ё-моё. Мне кажется, с этого кубика я дальше должен допрыгнуть. Да, допрыгнул. Это не может не радовать. Допрыгнул. С двойным ускорением. Чего это? Калаш, черчёж открыт. Наконец-то. Блин, пипец, я как долго этого ждал. Если хоть кто-нибудь знал бы, как я это долго ждал. Мне кажется, черчёж Калашникова я где-то уже профукал на самом деле. О, теперь ещё раз сохраняемся. Сохранение данных. Ой, блядь. Чё, уставился у шлёпок железный. Пора на свалку. Чё, надо хилиться. Он ещё один был. Чё-то я, блин. Привет. Опять эти уроды усатые. Ну куда ж без вас? И этот по мне попал. Короче, попадает. Все кому не лень. Все кому лень тоже попадают. Я думаю, всем тоже ясно, да? Ещё одна дверь без замка. Раз, где тут реле? На стенах я ничего похожего не замечал. Угу, потому что это на полу. Зачем тут вообще этот грёвный наберет? Система магнитной амортизации была разработана учёными Киевского политехнического университета. Это очень сложное комплексное устройство, изменяющее свою конфигурацию согласно текущей ситуации. То есть это страховка на случай природной катастрофы? В том числе. Но главное назначение амортизационной системы – это её обкатка. Здесь, в дружелюбных условиях нашей планеты, система будет усовершенствована для дальнейшего применения в космосе. Круто. Наука – это сила, тут не поспоришь. Нам бы ещё как-то найти путь через это грёбанное магнитное царство. Как-то так, короче. Я, честно говоря, до сих пор не очень понимаю, как это работает. Лаборант там растянулся. О! И привод вот к той двери, вот здесь. Ага, ясно, понятно. Так, ну нам нужно спуститься. Вон там залутаться. Лаборанта убить. Всё, больше нет ничего здесь. Там, больше ничего нет. Вон он лежит. Здесь тоже залута лутия. Здесь не густо на самом деле. Шапки были, костюмы были, сапоги были. Плана не было. Эм, ты о чём? Да мы с напарником тут работали на магнитах. И каждый день боялись, что нас по недосмотру зазимы. Носили штаны прорезиненные, таблетки пили. Фольгу под каску впихали, чтобы не разорвало магнитным полем. А убили тебя роботы. Да не роботы, а недальновидность. Нужно было ещё бронежилетом и запастись оружием. Понимаешь, не в роботах проблема, а в плохой подготовке. Всегда нужно наперёд знать. Дальше-то что? Ко всему всё равно не подготовишься. Нет, нет, нет. Это оправдание слабых. Хочешь совет, брат? Всегда держи при себе всё, что может пригодиться. Каждый патрон трать с умом. И от убежища до убежища. Как скажешь, я дальше пошёл. Да. Конечно, я всё прекрасно понимаю. А здесь у нас ничего интересного. К сожалению. Так, а если я вот сюда... Обалдеет манекен. Надеюсь, меня не расплющит. Нет, не расплющит. Красн, какого чёрта товарищ Молотов ополчился на Академика Сеченова? Зачем нужна была эта комиссия за два дня до запуска коллектива? Ведь всё уже готово. Именно потому, что всё уже готово. В смысле? Ты хочешь сказать, что Молотов со своей комиссией спешит отобрать у Академика Сеченова плоды его трудов за два дня до запуска? Совершенно верно. Этот сбой, устроенный Петровым, прекрасный повод обвинить Академика Сеченова в неспособности управлять предприятием 3826, а следовательно и всем процессом полимеризации СССР. При чём здесь Дмитрий Сергеевич? Это же дело рук Петрова. Это по его указке роботы превратили предприятие в свалку обезображенных трупов. Боюсь, что товарищу Молотову нет дела до количества жертв. Впрочем, как и товарищу Сеченову. Чего? Ты чё несёшь, перчатка? Дмитрий Сергеевич делает всё, чтобы прекратить этот ужас. Правильнее будет сказать, что это вы, товарищ майор, делаете всё, чтобы прекратить весь этот ужас. Да, но меня послал Академик Сеченов. Не спорю. Но с какой целью конкретно? Взгляните на ситуацию трезла, товарищ майор. И товарищу Сеченову, и товарищу Молотову выгодно, чтобы информация об этом кровавом сбое не вышла за пределы предприятия 3826 и не стала известна всему миру. Потому что всему миру не докажешь, что во всём виновата горстка ублюдочных предателей. Мир решит, что советские роботы опасны, а это не так. И здесь я тоже с вами соглашусь, товарищ майор. Однако, что из этого следует? Из этого следует то, что теоретически и товарищ Молотов, и товарищ Сеченов должны быть одинаково заинтересованы в том, чтобы весь этот кошмар прекратился как можно раньше. Не так. Ну так. И что? А то, что вместо этого мы видим самую обычную борьбу за власть. Академик Сеченов, вместо того, чтобы обратиться к правительству и ввести войска на территорию предприятия 3826, которое уничтожит агрессивных роботов или задержит Петрова, либо предпринимут иные эффективные действия, делает всё для того, чтобы скрыть трагедию от всех, включая правительство. Академик Сеченов, вместо того, чтобы скрыть трагедию от всех, включая правительство. Шкафчик, по-моему, да? Элеонора. Так, а как не туда? А, понял. Нельзя вводить сюда войска. Слишком много народу. Кто-нибудь может слить информацию врагам, и всё пропало. Но ведь можно ввести на территорию предприятия абсолютно надёжных людей. Например, спецназ. Или отряд «Аргентум», подчинённый лично Сеченов. И прикрепить к ним настоящих боевых роботов, которые наведут тут порядок очень быстро. Вам ли не знать? Но это же в смысле ебучие пироги. Ни хрена не понимаю, почему тогда так всё сложно? Потому что академик Сеченов не может ввести сюда войска и боевых роботов без разрешения и прямого содействия правительства СССР. Наоборот. Он делает всё, чтобы никто в правительстве не узнал о случившемся. Как вы думаете, почему? Потому что недоброжелатели отберут у него коллектив. Сейчас, когда уже всё изобретено, создано и построено, рулить коллективом может любой чинуша. Именно. Всё уже сделано. Осталось лишь устранить сбой и нажать на кнопку. Гении, творцы, инженеры и высококвалифицированные рабочие сделали своё дело. Дальше осталось только пользоваться кладами их трубок. То есть товарищ Молотов хочет посадить академика Сеченова по обвинению в том, что здесь произошло, и сам возглавить предприятие? Точнее, сам возглавить коллектив. Но разве коллектив можно возглавить? Там же все будут равны. Все будут равны, но некоторые будут равны. Равнее. У нас всю жизнь так. Все равны, но кто-то равнее. О! Где-то разбилась каборта. Нет, но я в курсе, что у высшего партийного руководства в коллективе будет больше полномочий, чем у рядовых граждан. Но это нормально. Весь мир же не может принимать важные решения. Вот как? И почему же? Ну, во-первых, за их исполнение кто-то должен отвечать. А не так, что, мол, все отвечаем за всё. Все – это значит никто. Когда спросить не с кого, никто шевелиться не станет. Должна же быть какая-то ответственность. И потом, если весь мир только и будет, что обсуждать важные решения, то никто ничего делать не станет. Все время на обсуждение уйдет. Вы так считаете? Давайте разберем ваши аргументы. Итак, весь мир будет бесконечно долго обсуждать важные решения. Это заблуждение. Сеть-коллектив – это, по сути, коллективный разум. Слившийся в единое человечество будет мгновенно и одновременно знать всё, что пожелает изложить любой из его членов. И ответственность в едином коллективе будет определяться не фактором страха перед наказанием, а осознанием того, что это необходимо. Но до такой сознательности доросли ещё не все. Даже у нас в СССР с этим не всё идеально. Что уж тут про весь остальной мир говорить? Вы совершенно правы. Уровень сознательности населения планеты недостаточен для запуска коллектива. Высшее руководство СССР понимает. Поэтому у партийных и государственных лидеров в коллективе будут особые полномочия, превышающие возможности обычных людей. Ну и что в этом такого? Так всегда и было. Точно всегда было именно так. Или же всё-таки всегда был один непререкаемый лидер, под дудку которого плясало Политбюро, Совет Министров и так далее. Ты хочешь сказать, что в коллективе тоже будет один лидер? Я хочу сказать, что вход в коллектив осуществляется при помощи нейроконнекта. Устройство-мысль? Это общеизвестно. Для простых граждан существует устройство-мысль. Но для привилегированных руководителей созданы эксклюзивные коннекторы с лидерной маркировкой. Тот, кто обладает таким коннектором, будет иметь в сети высший приоритет. То есть даже лидеры будут равны между собой? Это хорошо. Почти. Дело в том, что запустить коллектив можно только с альфа-коннектора. Он ключ ко всему, в том числе к раздаче особых полномочий. То есть альфа-коннектор находится сейчас у Дмитрия Сергеевича? Товарищ Молотов хочет отстранить его от руководства предприятия, чтобы получить альфа-коннектор себе? Именно так. Множество людей, погибших здесь в результате злодеяния предателя Петрова, интересует товарища Молотова крайне опосредованно. Ему нужна власть над сетью коллектива. И вот из-за этой мелочи тут все захлинило? Сложно тут у них. Да можете подняться на поверхность прямо в месте зеркала. Да уж само собой. Я быстрее нирваны достигну, чем обратным путем вернусь. Так, два красных и посередине синий. Ну или зеленый. Не знаю, что я кручу вообще. Заработало как-то. Так, ну все, поехали. Вы уже проникли внутрь ФТНХ, товарищ майор? Платформа Кондор с правительственной комиссией уже вылетела из Москвы. Они будут здесь уже скоро. Раз комиссия не приземлилась, значит, время еще есть. Не мешай работать. Мне так и доложить академику Сеченову, что его вопрос мешает вам работать? Ты лучше доложи, как ты драпал от роботов на железнодорожной платформе, вместо того, чтобы помочь. Я не солдат, товарищ майор. Я работаю головой, а не руками. Проходить через роботов – это ваша задача. Языком ты работаешь, а не головой. В данный момент ты тратишь мое время и замедляешь выполнение задания. Че? Я молчу. Вот и отлично. Че? Там сундучок. Токамак. Типа токамак. Ну, в принципе, прикольно. Макет красивый. А, с той стороны. Ну, пока никаких угроз я не вижу. Это он сделал? И что мне теперь смотреть на это недоразумение? На машину эту подлую, которая меня убила. Это ненадолго. Скоро все исчезнет. Да уже исчезает. Только легче не становится. Я даже не помню, как меня зовут. А эту рожу металлическую помню. Помню, как он мне с собак кишки вспарывал. Нам сказали, что вскоре роботы нас заменят. Как персонал. Заменили мы. Бедных людей повырезали только. Роботы эти ваши. Ну, вот он безобидный ведь. Доставьте меня уже. Дайте забыться. Ну, вот он безобидный же робот. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, интересно, мне туда надо? Наверное, чтобы попасть в соседнее помещение. Там как раз выйти с помощью кодового замка. Так, здесь никого. И здесь трубы. Господи, я думаю, что подняться-то не могу. Мне кажется, из-за цензуры не было вот всего. То есть, ну, то есть, вот они убиты, как бы, да, и непонятно, в принципе, как, чего с ними произошло. То есть, вот своеобразная цензура, она присутствует, да. Он там, вот этот NPC говорил, что, типа, споротые там животы, там, и так далее, там подобное. Ну, по факту, по факту, он, ну, висит там на этой хрени, да, и никто же ему ничего не делал. А вот и рука. Что этот железный извращенец с ней делает? Это робот-официант. Который обслуживает убитых им же людей. Пришибу твою. В данный момент робот не агрессивен. Можно получить руку без боя. Сейчас залутаемся сначала. Графики у тебя не такие, вроде. Адекватные. Слушай, ну, лута я набираю здесь вообще, по-моему, просто пачками. Про робота. Ну, я, честно говоря, вот, я не люблю вот хронометраж тратить на это дело. Где у него рука? Какая рука? Че? Войдите вовнутрь выставки. Ммм. Какая-то рука. Да пошел ты. Да хрен. Я эту зреть живой не оставлю. Я эту зреть живой не оставлю. Че-то я его конкретно разозрела. Слушай, приятель, ты меня задрал. Ну хренеть. Сколько я пять патронов в него садил. И до этого я сколько в него... ...по нему ударил. Все-таки ему не понравилось, что я руку забрал. Говнюк. Не, я мог, конечно, от него убежать. Руку нашел какую-то. Блин. Ага. Прикольно. А где его искать? Я не думаю, что такой же. Да, явно. Мать честная. Сколько их надо нажать? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Офигеть. Эп, выход. Какая-то подбирать, это такой себе реально. Так, здесь мы с вами были. О! Сохранка наша, все. Так, а чемоданчик-то нет? Блин, что шепут вечно чемоданчик-то? Сохранение банка. Не чемоданчик, а... Ну, вы меня поняли, сундук. Ну, давайте на этом закончим сегодняшнюю серию. Достаточно такая интересная, позитивная получилась. Я надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Не забывайте вступать в мои такие же паблики. Ссылки, плюсово, на все есть под видео. Всем огромное спасибо за просмотр. И всем пока.